Одноготичный бюджет за и против. В Ненецком округе рассматривают целесообразность перехода на однолетнее планирование окруженной казны. Что нам стоит ТОС построить? В регионе продолжается внедрение территориального общественного самоуправления. Приобрел билеты. На самом деле сумма очень даже устраивает. 3000 с чем-то. Киров и Сыктывкар по доступным тарифам. В Ненецком округе возобновляется авиасообщение с соседними регионами. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин принял участие в заседании морской коллегии при правительстве России. Совещание под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина прошло в Москве. На повестке дня значилось два вопроса о ходе работ по созданию современного судостроительного кластера на Дальнем Востоке и о проекте федерального закона о государственном управлении морской деятельности России. В заседании приняли участие представители профильных ведомств, Минобороны, Минтранса, Минпромторга, руководители прибрежных регионов, промышленных компаний и организаций. Также в ходе рабочей поездки в Москву Игорь Кошин подписал протокол к соглашению о сотрудничестве с гендиректором нефтяной компании «Лукойл» Вагитом Олег Первым. Документ определяет основные векторы взаимодействия между администрацией НАО и нефтяной компанией до конца текущего года. Согласно подписанному протоколу «Лукойл» обеспечивает совокупную добычу нефти на территории НАО в объеме более 5 миллионов тонн и доступ к нефтепроводу Харьягауса другим хозяйствующим субъектам. Также компания обязуется поставлять топливо и горюче-смазочные материалы предприятиям и населению округа в рамках заключенных договоров, соблюдать интересы коренных малочисленных народов Севера. В работе на территорию округа «Лукойл» будет отдавать приоритеты услугам местных организаций. Речь идет о медицинском обслуживании, авиаперевозках и спасательных службах. Правительство России представит в Госдуму проект бюджета на 2016 год вместо привычного трехлетнего. Аналогичные решения могут быть приняты и в субъектах страны. По мнению губернатора Игоря Кошина, вопрос отказа от трехлетнего бюджетного планирования в регионе требует тщательной проработки. В связи с этим глава региона поручил Татьяне Лагвиненко рассмотреть целесообразность перехода на однолетний бюджет. Сегодня мы должны свести к минимуму возможность допущения ошибок при принятии бюджета. Поэтому рассматривать вопрос о переходе на однолетний цикл бюджетного планирования необходимо совместно с депутатским корпусом. Также важно учесть позицию по этому вопросу основных недропользователей, инвестирующих в развитие НАО. Губернатор подчеркнул необходимость детальной оценки ситуации как в доходной, так и в расходной части бюджета. Отметив, что при существующей нестабильности цен на нефть и соответственно курса рубля, эффективность трехлетнего планирования вызывает определенные сомнения. Собственность округа пополнится земельными участками. Введение региона также перейдут светофоры, тротуары и ограждения дорог. Ранее подведомственные администрации Наринмара. Вопросы о передаче имущества обсуждались на очередном заседании администрации округа. Из собственности заполярного района в регион будет передано 19 земельных участков. Из города 19 наименований объектов, в том числе светофоры, тротуары, дороги и ограды около проезжей части. На баланс округа они будут переданы с 1 января 2016 года. Также администрации одобрен проект соглашения о сотрудничестве между округом и фондом социально-экономического развития. Одна из ключевых задач соглашения – привлечь инвестиции в социальную сферу. Первый проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса в микрорайоне авиаторов. Смотрите, чтобы был необходимый минимум, нам нужна обязательно вода. Потому что одного бассейна недостаточно, это у нас самое популярное спортивное сооружение в городе. То есть нам нужна вода и нам нужны игровые залы, соответствующие по своим размерам, стандартам, по мини-футболу. Мини-футбол, баскетбол или волк, то есть все игровые спорты, но чтобы мы соответствовали по стандартам. И предусмотрите еще трибуны для зрителей. Хорошо? Также губернатор обратился к главе города и руководителю Департамента образования, культуры и спорта с просьбой провести разъяснительную беседу с работниками школьных и дошкольных учреждений города. 1 января 2016 года они переходят в ведение округа. Сделать жизнь на селе лучше своими силами. В регионе продолжается внедрение системы территориально-общественного самоуправления или сокращенно ТОСов. Специалисты Департамента региональной политики Ненинского округа провели выездной семинар для жителей Великовисочного. Все подробности в следующем материале. Более 12 лет назад в российском законодательстве появилось понятие ТОСов. Сегодня территориальные организации самоуправления успешно работают во всех регионах, в больших городах и маленьких селах. Задача власти Ненинского округа развивать это направление по всему региону. На семинар в Великовисочном собрались не только жители села, но и соседних поселений. А вот ТОСы более оперативно могут решать какие-то маленькие проблемы нашего района, нашего села. Называется сила малых дел. То есть мы можем сами что-то сделать. Вопросы, которые может решать инициативная группа ТОСа, многообразны. От благоустройства дворов и реставрации памятников до организации творческой жизни села. Причем с помощью ТОСа вопросы решаются более оперативно. А вот ТОС по гранту, когда получает деньги, ему 44-й закон не нужен. То есть он напрямую заключает договора с тем, с кем пожелает, с кем он видит то, что покупает напрямую, как руками пощупать то бревночко, которое может, а не по 44-му закону, кого вам привезут. Вот это на селе очень актуально. По словам местных жителей, совместная работа и общее дело только сблизят от насельчан. На месте наличие этих ТОС было бы просто огромным подспорьем и самим жителям. Это бы решило многие их просто обычные проблемы, например, вывоз мусора, проведение праздников. И, конечно, бы значительно облегчило участь руководителей сельских советов. Это замечательно. Люди хотят жить вместе, люди хотят общаться. Люди уже устали от телевизоров, от лежания на диванах. И, наверное, хотят живого дела какого-то, которое бы украсило их жизнь. Вторая форма общественного самоуправления, которую предложили жителям села – НКО. Некоммерческие организации поддерживает и президент России, и губернатор Ненинского округа. Сейчас финансовая поддержка некоммерческого сектора очень сильна. И у нас в округе тоже достаточно сильная поддержка. Мы ездим, смотрим в других регионах, интересуемся. Хочу вам сказать, что в Ненинском автономном округе мы практически на первом месте по поддержке. Если сравнивать с численностью населения и по той поддержке, которая у вас оказывается, это очень хорошая поддержка. Только в 2015 году у нас 10 миллионов запланировано на поддержку некоммерческого сектора. Плюс еще мы выиграли федеральные деньги, это деньги уже федерального бюджета. Порядка 7 миллионов мы выиграли еще плюсом. В ходе семинара жители Великовисочного не только получили консультации о создании деятельности ТОСов и НКО, но и наметили список вопросов, которые можно решить с помощью общественного самоуправления. Валентина Чебичик, Мария Кравченко, Роман Делимарский, телеканал «Север». Плод ненецких рыбаков впервые за 20 лет пополнился современным траулером. В Стамбуле прошла торжественная церемония спуска на воду турецкого корабля для ненецких рыбаков. Поможем всем миром! КАМАЗ с гуманитарным грузом отправился из Ненецкого округа на Донбасс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Плод ненецких рыбаков впервые за 20 лет пополнился современным судном. 8 сентября на судоверфи в Стамбуле спущен на воду траулер Печора. В торжественной церемонии принял участие глава Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАУ Олег Белак, председатель ненецкого рыбак колхоз Союза Алексей Детятев, свидетелем исторического события стал наш коллега Владимир Тамилов. По телефону из Стамбула он поделился первыми подробностями. Новый траулер в ближайшее время выйдет в море и придет на помощь устаревшему флоту рыбак колхоз Союза. До сегодняшнего дня в распоряжении семи колхозов, которые входят в рыболовецкий союз, находились три судна. Самое молодое из них НЕСЬ было построено в 1994 году. Для строительства нового рыболовецкого траулера НЕИНСКИЙ РЫБАК колхоз Союз привлек заемные средства банка. Судно прослужит порядка 40 лет и будет использоваться для вылова морской рыбы. Добраться до Кирова или Сыктывкара теперь станет проще. С 13 сентября между Наринмаром и столицами соседних субъектов возобновится регулярное авиасообщение. Новый рейс будет выполнять компания Коми Авиатранс на реактивных самолетах бразильского производства Эмбраер. Осенью прошлого года рейсы в республику Коми и Киров были отменены. И пассажирам приходилось добираться до места назначения либо сезонным транспортом, баржами в навигацию и машинами по зимнику, либо транзитом через Москву, Санкт-Петербург или Архангельск. Но стоимость такого путешествия многим не по карману. Теперь же посетить соседний субъект можно гораздо дешевле. Одним из первых купил билет на новый маршрут наш коллега Роман Делимарский. Приобрел билеты. На самом деле сумма очень даже устраивает. Три тысячи с чем-то. Там буквально три четыреста у меня вышло. Вот. И очень даже рад по поводу этого, что самолет впустили. Потому что самолетов не было. Если ехать в отпуск домой, то через Москву. Через Москву, если лететь, то в районе 20 тысяч. Работа по открытию нового маршрута велась с осени прошлого года. Сразу после того, как ЮТР-экспресс сократил рейсы. Вообще-то процесс такой неоднодневный, так скажем. Это всё готовится заранее, все эти согласования, согласования слотов и так далее. То есть у авиакомпании должны быть свободные воздушные суда, которые можно эксплуатировать. Поэтому нужен парк. В августе, во время визита главы республики Коми Вячеслава Гайзера в Ненецкий округ, вопрос о рейсах в Коми и Киров был решён. По новому направлению будут летать самолёты бразильского производства Embraer 145 на 50 мест. Они пополнили воздушный флот компании около года назад. Сегодня мы накатываем большую маршрутную сеть из Сыктывкара, из Санкт-Петербурга, из других городов России. И, в принципе, мы готовы расширяться и дальше. Ну, наверное, с учётом того, как покажут себя эти рейсы жителям Наринмара и округа. Но если будет положительный отзыв, если самолёты понравятся, мы готовы рассмотреть возможность увеличения нашего присутствия на Ненецком авиационном рынке. Самолёт будет вылетать в воскресенье в 9.20 из Сыктывкара. В Наринмар он будет прибывать в 10.20. Ровно через час наринмарские пассажиры уже будут в Кирове. А затем самолёт отправится по обратному маршруту – Киров, Наринмар, Сыктывкар. По словам начальника аэропорта, эти направления всегда были востребованы. Зимой требовалось от двух до трёх рейсов в неделю, летом – от трёх до пяти. Цена билета от окружной столицы до Сыктывкара или Кирова – порядка трёх тысяч рублей. Продажа билетов на первый рейс началась 7 сентября. За два дня распродано уже порядка 30 мест в салоне. Поможем всем миром! КАМАЗ-гуманитарным грузом отправился из Ненецкого округа на Донбасс. На борту машины более 10 тонн продуктов, одежды, медикаментов и канцелярских товаров, которые жители округа собирали на протяжении семи месяцев. Грузовику предстоит проехать более 4 тысяч километров, чтобы доставить груз до Донецка. Инициатива поддержать жителей Донбасса принадлежит общественной организации «Пустозерские казаки». Активисты договорились с администрацией посёлка Искателей предоставить помещение для сбора гуманитарной помощи. Так была запущена акция «Поможем всем миром». Несут детское питание, средства гигиены, зубные пасты, мыло, медикаменты. Крупы, продукты, консервы, сладости. Крупы, консервы, чай, детское питание, одежда, медикаменты и канцелярские предметы. Постепенно места в здании старой администрации стало не хватать. Организаторы перевезли собранные вещи в просторный ангар. Там волонтёры могли уже свободно передвигаться и упаковывать коробки. Последнюю неделю перед отправкой организаторы акции докупили 40 тысяч тетрадей к новому учебному году. Их загрузят уже в Москве. Откликнулись, очень многие организации помогли. Также отдельно хочется поблагодарить владельца корабля Климова, Константина, который предоставил корабль для отплытия, руководителя МЧС за то, что предоставили автомобиль, и все организации, и всех жителей округа за помощь, оказыванную с болью и отправки гуманитарного груза. Перед отправкой КАМАЗа глава Наринмарской и Мизенской епархии Владыка Яков благословил сопровождающих груз до границы. Водителю и сотруднику МЧС предстоит довезти гуманитарную помощь до Донецка. Я думаю, что с Божьей помощью этот путь будет благополучным, хотя и трудным, потому что каждое доброе дело совершается с трудом, это закон непреложный, но добро всегда побеждает зло. И добро должно быть сильным. КАМАЗ с гуманитарной помощью от жителей округа доставит груз на Донбасс в составе колонны МЧС. По данным агентства РИА Новости, с августа 2014 года в Донецк и Луганск были отправлены 36 колонн МЧС. Они доставили жителям региона в более 44 тысяч тонн гуманитарной помощи. Анастасия Саботович, Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 8 сентября в мире отмечается Международный день грамотности. Праздник учредила Всемирная организация ЮНЕСКО. Главная цель Международного дня – объединить и активизировать усилия общественности в распространении грамотности. Международный день грамотности был учрежден организацией ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования. Главная цель – активизировать усилия общества по распространению грамотности. Каждый год в рамках этого праздника определяется тема. Ранее были такие темы, как грамотность и здоровье, значение грамотности для женщин, грамотность и мир. И вот в этом году, в 2015 году, сегодня состоится симпозиум в штаб-квартире ЮНЕСКО по теме грамотность и устойчивое общество. Несмотря на заметные успехи многих стран, более 800 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей в разных странах не ходят в школу. В России общая численность учащихся в 2015-2016 учебном году составила более 14 миллионов человек. Чем больше внимания государству к образованию, тем выше грамотность. И сегодня среди современных школьников есть очень много грамотных, интересных молодых людей, которые являются и грамотными вполне, а кто-то даже и абсолютно грамотен. Алина Рочева, по словам Ольги Алексеевны, как раз относится к их числу. За плечами ученицы 8 класса победы в региональных и всероссийских олимпиадах по русскому языку. Моя мама всегда говорила мне, что я пишу хорошо из-за музыкального слуха. Ну, говорят, что дети с музыкальным слухом вроде чувствуют грамматику языка, правильное написание. Возможно, это действительно связано. Я считаю, что важно быть грамотным, чтобы не терять вот этот свой родной язык. По словам окружных учителей, чтобы хорошо знать русский язык, нужно увеличить объем преподавания. Сегодня также поступил звонок из пресс-центра доверенных лиц. Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина задали вопрос, каково отношение к уровню грамотности современных школьников и что сегодня, на наш взгляд, не хватает учителям и ученикам. Количество часов, выделенных на изучение русского языка в старших классах, на любом уровне, профильном уровне, физико-математическом, естественно-научном или другом любом, должно быть не менее двух-трех часов. Русский язык считается самым трудным в плане изучения после китайского. И произношение, и диалекты, и обилие уменьшительно ласкательных слов, синонимов, анонимов и, наконец, грамматика. Все дается большинству иностранцев, изучающих великий и могучий, с большим трудом. Наверное, самое известное высказывание в одни сомнений, в одни тякостных раздумья о судьбах моей Родины. Это один мне поддержка и опора о великий и могучий, правдивый и свободный русский язык. В Международный день грамотности во многих школах провели тестирование, чтобы ученики смогли сами оценить свой уровень знаний и сделать выводы.